А перед просмотром данного видео я хочу всем посоветовать вот эту замечательную жвачку Орбит. Орбит ешь, Орбит жуй и жизнь будет как фуншуй. Орбит жуй и жизнь будет как фуншуй. Здравствуйте подписчики, здравствуйте зрители, здравствуй Пашэнди, здравствуй Димыч, здравствуй Саша Жильцов. С вами я Кирилл и я продолжаю проходить Detroit Become Human. Андроид становится человеком, становится свободным. Уже 12 серия у нас на счету. Продолжим. В прошлой серии мы остановились на моменте скорой. Мы не смогли добраться до убежища и нужно идти пешком. Вместе с Лютером, Кэррой и Алисой. Прошлую серию я даже обсуждать не хочу, что там случилось. У меня был двойной провал. Ну, у тех, кто не знает, посмотрите. В конце ролика будет ссылка на 11 серию. Двойной провал с Коннором и провал с Маркусом. Там всего хватило. Я лучше даже это не буду объяснять. Ну, что же, мы должны добраться, добраться до убежища и, собственно, посмотреть, что же нам это даст. И вообще, сейчас погода какая-то очень жуткая, вообще холодная. Вот Лютер, он, получается, несет Алису найти убежище. Так, ну мы же вот здесь. Мы должны осматриваться. Вот, вот кто-то стоит. Кто же это может быть? Наверное, это охранник кладбища, скорее всего. Или что это? Стоп, это не кладбище. Снести. Что это? Стоит какой-то человек, не обращает на нас никакого вообще внимания. Какой-то рисунок непонятный. И что же нам это дает, интересно? Это какой-то чертеж. Мы вообще, где? Мы в Египте? Где мы есть-то? Вроде мы не в Египте точно. А показывают нам такие все чертежи, все такие рисунки. Как будто мы где-то в Египте, а смотреть. Вот, ребят... Так это и че... Это андроид какой-то замороженный. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады, гостя! Замороженный андроид какой-то. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады, гостя! Да, походу он сдох Жью жвачку как раз Во время просмотра, но это поосторожнее Поосторожнее разговаривать Давненько уже, давненько не записывали Детройт, нужно было разобраться С Ри-7, со вторым сезоном Поэтому записываю его только сейчас Так Давайте просто Движемся, двигаться дальше У нас еще есть целый прямой путь Это мне напоминает чем-то Ре-Вилдж, тоже зима Что-то непонятное Что-то загадочное Что-то таинственное Вот кстати, народ На что я обратил внимание, это вообще не связано С Детройтом, но почему В The U-Vizin Кто знает такую игру Персонажу дают самому использовать фонарик В темных помещениях Как вот сейчас фонарик А в Ре-В Resident Evil не дают использовать самому фонарик Ни в Ре-8, ни в Ре-7 Я этого вообще не понимаю Ну да ладно Говорю не по теме Ну мы собственно вот за Кэру используем сейчас фонарик Но мы по-моему его отключить не можем Мы можем его только включить Тут какая-то карусель А смотрите заброшенные здания Нам походу не сюда Нам походу мы прошли Мы прошли походу мимо Хотя я нихрена не вижу Здесь тут темно У меня главное светло На улице Утро Здесь темно И капец Не забываем использовать Вот этот вот радар Не забываем А Вот Лютер что-то нашел А вот он Я его хрен вижу Только благодаря своим андроидским радарам Вот какой-то дом Пойти С давай нажимаем С Скайлейк Дай-ка я Да У тебя силы больше Давай Дропни На нахуй Сказал так темно Ну вот Вот попали В какой-то дом И что Надоело же Это жвачка Вряд ли мы найдем Что-то лучше Будем ночевать здесь Я разведу огонь Так будем ночевать здесь А что это вообще такое Читать Какая-то Книга Или что это Журнал Ну давайте Прочтем Потом осмотрим Это помещение Тут Кстати кто-то сидит Чего А это просто Это просто пират Это просто статуя Я думал Это фигурка такая Большая пирата Я аж думал Что-то непонятно Ну кстати Что-то мне не кажется Что здесь всегда зима По-моему Здесь когда-то бывает лето Потому что Судя по каруселям Вон тем Судя по этому пирату Обычно Карусели ставят И пиратов В тем местах Где тепло А тут как-то странно Ладно Давайте прочтем А вот Нет Зима Зимняя книга Пропала Айова ВМС США Последний раз Подлодка выходила На связь Из Северного Ледовитого океана Подлодка Истребитель Айова ВМС США Пропала В полярных водах Ведется Расследование Однако Президент Уоррен Не стал скрывать Что подозревает В причастности русских Российская агрессия Вышла на новый уровень Америка должна На это ответить Ну я Собственно не отрицаю Тут в России Вражки Тут блять Все такое возможно Я не отрицаю Помимо краткого Отрицания Какой-либо Причастности К происшествию Кремль пока Не выпустил Никаких заявлений Хотя российская Дипломат Российский Наиболее Подчеркнул Что Американской Американской Подлодке Истребителю Все равно Нечего Нечего делать В Арктике Специалист По безопасности Бен Уильямс Охарактеризовал Ситуацию Как войну Готовую начаться Да Вот такая вот Ерундистика Президент Уоррен В сговоре С Киберлайф Поп-группа Андроидов Имеет Все шансы Взять приз Фанаты Ликуют Традиционалисты Рыдают Эксперт По кибербезопасности Предупреждает Вашего андроида Могут Взломать Ебан Сервис Си Новый Бойбенд Продвигаемый Детройтской Звукозаписывающей Компанией Диджитал Хармонии Считается Главным Кандидатом На получение Премии Лучший Новый Исполнитель Стоящей Церемонии Вручения Музыкальных Наград Celebrate Music Прошу прощения Немногочисленные Оставшиеся Рекорд Лейблы Работающие Только С людьми Написали Совместное Открытие Письмо Совместное Открытое Письмо В котором Потребовали От Диджитал Хармонии Исключить Группу Из числа Номинантов На награду Поскольку Это покрывает Художественную Ценность Музыки Но учитывая Что на долю Музыкантов Людей Теперь Приходится Менее Пяти Процентов Рынка Призыв Традиционалистов Едва Либо Возымает Действие Возымеет Действие Как заявил Представитель Группы Сервис Си Дарит Радость И счастье Своим Фанатам Для них Важна Только Музыка И больше Ничего Ну не знаю Не особо Такое важное Какое-то Прямо Написание Но про лодку Было поинтереснее Конечно А вот про эту группу Что такое Лишняя информация Ну да ладно В общем давайте Посмотрим Что здесь у нас В этом доме В принципе Ночевать здесь можно Тут надо найти Кровать Там где ночевать И прочее Так Вот Алиса Здесь сидит Где у нас Лютор Лютор сидит Не Лютик А Лютор Я говорил Лютик Лютик Лютор его зовут Вот он стоит Наверное ждет Дальнейших указаний Так Он разжег нам Костер Давайте Что делать Сделать лежанку Для Алисы Заглянуть в сумку Лютора А где сумка Лютор Лютор Где твоя сумка Алло Сделать лежанку А вот Открыть Осмотреть Пистолет Предложить Печенье Нормально Да не клади его Обратно Возьми его С собой Тут осталось Печенье Хочешь Поесть Нет Не хочется Ты сама Съешь Что ты Хотя Андроиды Я кстати Народ Я не знаю Вот по поводу Еды Что андроиды Вообще Едят Или едят Ли они вообще По моему Они вообще Ничего не едят Они же не живые люди Поэтому Они питаются Просто То ли Электроэнергией То ли Их заряжают Как-то дистанционно Я не понимаю Но точно Они не едят Ничего Из еды Взять Ну что ты делаешь Возьми А Вот так Это семья Еще что-то Можно взять Взять Насморк Буду иногда Носом делать Это неприятный звук Прошу прощения А то у меня просто Не был небольшой наспорк Так что извиняюсь Заранее Так Значит Вот мы несем вещи Какие-то Наверное Чтобы поспать Давайте Принесем их Алисе А вот Устелить лежан Как раз перед костром То есть У костра У каминка Небольшого Такого И будет Замечательно Поговорить с Алисой Большая карусель На самом деле Народ Я здесь хрен что-то вижу У меня светло Здесь темно У меня светло Здесь темно А я действительно Вряд ли у нас будет Так как у них Но мы можем Быть счастливы По-другому По-своему Вот перейдем границу И начнем жизнь заново Ну очень и так что ли Все правильно Я согласен Главное что мы вместе Это важнее всего Ну правильно Пойдем Даже подчеркнули Подчеркнули Что мы выбрали Правильный ответ Если красный Значит мы неправильно Выбрали То есть не то чтобы Неправильно А выбрали не то Если синим Значит мы то выбрали По-моему Так это Фуня работает Извиняюсь за мат Так Ну что мы сейчас Будем делать Уложить Алису спать Так Ну давай Уложим Посидим с нею Камина Утешить Поцеловать Да поцеловать Засыпай Алиса Сладких снов Алиса радуется Расскажи мне сказку Как у такой девочки Могут такой батя Блять Тиран Я в шоке Рыцарь Давайте Принцессу Блять Не угадал Про рыцарь Это история О маленькой девочке Которая жила одна В большом старом доме Она мечтала жить Как живут обычные Маленькие девочки Но Ее жизнь была другой И от этого Ей было грустно И она Встретила Машину Которая тоже Была несчастлива И тогда Они решили Вместе Убежать И найти себе Настоящий дом По пути По пути Они встретили Очень много Опасностей Но Они так хотели Быть свободными Что все Их преодолели По пути Они встретили Другого робота Он ушел от хозяина И пошел с ними А чем все Кончилось А конец истории Мы напишем Сами Пора спать А вот Правильно сделали У нас будет Долгий день А ты мне пожелаешь Спокойной ночи Лютер Да Да Конечно Диран Пожелай Спокойной ночи Девочки Так все Романтично Так прям Ну че Неплохо Неплохо Вот этот прям Момент Мне прям понравился Хотя я хрен Че вижу Из этого солнца Которое у меня На улице светит Ой Ну ладно Так Чем мы теперь займемся Ну я знаю Чем в принципе Можно заняться У нас вот есть Мужик Вот мы девушка Вот мужик Чем еще можно заняться Когда ребенок спит Вдвоем в доме В частном Далеком Ну ладно Не буду намекать Вы так все поняли Но это игра Поэтому мы ничего делать не будем Поговорить с лютером Давайте поговорим Она милая девочка Да Она очень храбрая Хотел планы выбрать Лучше выйти пораньше Чтобы никому не попасться А вот планы Ты уже знаешь Что будешь делать В Канаде Я пока не думал Никогда не был Свободен Свободен Хорошо звучит Но я пока не знаю Что это значит Кэра Ты не видишь Странностей У Алисы Нет В каком смысле А что это такое Ебать Что это Зомби что ли Что это такое Ресентил Что я не пойму Что это такое Девианты Походу Что делать то надо Защитите Алису Кто вы Что вам надо Уходите Прошу не бойтесь Мы вас не обидим Мы тоже машины Наше имя Джерри Мы раньше работали В этом парке Не хотели вас пугать Просто иногда Здесь бывают злые люди Вот мы и пришли проверить Что вы тут делаете Мы просто хотели Переждать ночь Утром мы уйдем Это ребенок Тут так давно Не было детей Дети обожали Приходить к нам Она грустная Нам в последнее время Не везет Мы ей кое-что покажем Ей понравится Точно Она хочет посмотреть Что посмотреть У тебя что У тебя в штанах Не надо Спасибо Иди отсюда Вряд ли у тебя есть выбор Я ж смешно Я думал Сейчас они нас Я думал Они сейчас нападут Я так думал Я же испугался Реально испугался Так Мы даже не поспали Че мы уже вышли Что ли Так быстро Ну пошли Че Че уж Главное Держаться вместе Вот И Все будет Хорошо Пожалуйста Так Погоди Че делать Включить Карусель Так мы Видели эту Карусель Мы же проходили Мимо нее Даже хотели Взойти Она работает Серьезно Я думал Она только летом Работает Так я не пойму Здесь всегда зима Или только сейчас Вот этого не понимаю Пусть девочка залезает Карусель Сейчас поедет Ну здорово Че Поехали Мать Нормально Так зимой На карусели Просто обычно По-моему Летом Катаются На таких Аттракционах Где вот Море Где вот Юх Там такие Строят Аттракционы Вот такие Вот По-крусселях Много Поводов Там Такой Вот и Строят Такие Аттракционы А Нигде Зима Насколько Я знаю Аттракционы Вот теперь Оно Ребенка Воспитал Андроид Я не Ну То есть Не удивлюсь Ничему Если даже В реальной жизни В будущем Андроид Воспитает Ребенка Я реально Этому Не удивлюсь Вполне Потому что То у нас Вирусы были В игре Resident Evil То вирусы Сейчас Появились Дельта Корона Вся эта Хуйня Вот А раньше Мы что думали Что вирус Только в игре Может быть А теперь Он появился И в реальной жизни Я не отрицаю Что и андроиды Появятся В реальной жизни Не только Телефоны Андроиды А люди Андроиды Как роботы В смысле Андроиды Ну вроде бы Все выполнили Все мы прошли Удачно Давайте продолжим Но скорее всего За кого-то другого А нет А нет 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 Это мы за Конора И Хэнка Тусим Бля Не давайте Не будем выходить По тусим По музыке Слышишь ничего Ладно Так Что же нам Покажет Конор Сегодня Не должно быть Никаких провалов Сразу говорю Так Мы вышли Из машины Хэнка Ну где же Сам Хэнк Непонятно Куда мы вообще Попали То ли в какой-то Парк То ли куда-то Еще Что нам нужно Сейчас в данный Момент Сделать Андроидам Везет Они не хотят Есть Ну человеческую еду А им не холодно Зимой Им везет Реально Хорошо быть андроидом Читать Опять читать Ёб твою мать Опять читать Ненужную информацию Ну надо Ой Что стало С человеком века Загадочный мистер Камский Политика В фокусе Коррупция В американском Сенате Правда или ложь Землетрясение В Китае Унесло Десят тысяч жителей Как интересно Пиздец Загадочный мистер Камский В 2028 году Элайджа Камский Был назван Человеком века Его Изобретения Изменили мир Появление Андроидов Не только произвело Революцию в экономике Плохо это или хорошо Но оно Навсегда Изменило Саму нашу жизнь Семейный уклад И национальный баланс Социальный баланс Вскоре после этого Камский пропал Лишившись Должности Генерального директора Киберлайф И скрывшись От внимания Общественности Человек века Ушел из мира Созданного им самим История Успеха Камски Началась В 2018 году Когда коммерческая Недвижимость В Детройте Была дешевой А значит Выгодной Для молодых Компаний Окончив колледж Камский Вложил Все свои Невеликие Средства В разработку Брутифандроидов Тут подойдет Слово Не вложил А в ебан Больше Скорее всего Но Многолетний труд Не приносил Плодов Пока не были Созданы Два революционных Приобретения Изобретения Голубая кровь И биокомпоненты Ну вот Про голубую кровь Мы знаем Когда первая Рабочая модель На глазах у всего мира Киберлайф Прошла тесты Тюринга Акции Киберлайф Взлетели в цене И стали самыми Дорогими в мире И компания Начала планировать Запуск массового Производства Однако Когда оценка Рыночной стоимости Киберлайф Уже приближалась К 500 миллиардов Долларов Прошел слух Что Камский Разошелся Во мнениях С другими Акционерами Касательно Стратегии Компаний Позже Он При загадочных Обстоятельствах Ушел со своей Должности Сейчас По данным Некоторых Источников Камский Проживает В роскошной Вилли Где-то В Детройде И не принимает Посетителей Да уж Какой-то Камский Рынки Предвидят войну Из-за опасений По поводу Конфликта В Арктике Фондовый индекс Рухнул на 10% Президента Уоррена Поддерживают 33% населения Киберлайф Первый В мире Достигла Капитализации В триллион Долларов Вот самое главное Они пишут Самым мелким Почерком Блять Видите Вы знаете Куда Из-за опасений По поводу Конфликта В Арктике Фондовый индекс Рухнул на 10% Вчера На момент Закрытия торгов Совокупный Фондовый индекс США Показывал Падение На 10 Пунктов Отрицательная Динамика Сохраняется Уже Несколько Недель Финансовые Эксперты Объясняют Такие Результаты Значительные Девальвации Блять Потребительских Ценных Бумаг В совете В свете Прогнозов О неизбежном Вступлении США В войну В арктических Территориях Блять Хуй прочитаешь И слова Непонятные Извиняюсь Замат В пользу Этого Свидетельствует Также и Рост Военных Запасов Производство Авиатехники И вооружение Демонстрирует Небывалый Подъем Инвесторы Также Предпочитают Делать выбор В пользу Киберлайп Поскольку Компания Сотрудничает С Министерством Обороны Для которого Разрабатывает И поставляет Военных Андроидов Учитывая Что взаимоотношения России И Соединенных Штатов Продолжают Быть главной Темой Новостей И ни одна Из сторон Не намерена Уступать Ситуация На рынке Продолжает Ухудшаться Ну собственно Такие вот Экономические Файлики Не особо Интересны Ну то есть Это может быть Интересно Но не для Данной игры Не для данного Сюжета Я так не считаю Поэтому давайте Сказать что-то дальше Уже прочитали Два файла Один за Кэру Другой за Конора Блин И опять Два в молоко Просто Куда-то в молоко Пишут Поговорить с Хэнком Где Хэнк А Нет Это не Хэнк Это файл Файлы тоже Обозначают Получается Желтым Желтыми дверьми А где Хэнк то Че он там Уснул что ли Где-то Это забор Наступила зима Да Как вы видите Но везде ночь Я хрен что вижу На самом деле Вот А Хэнка Я не знаю Где Хэнк Он в желтом Даже не опустил А вот он сидит Блять Вот еще Ищи его Свящи Блин Этого Хэнка Сидит Бухает Наверное Красиво тут А Я сюда часто приходил До того Ну Боговаривай Че А до чего Вы сказали Часто приходил сюда До того А дальше чем До того Да не до чего Уже поздно Вам лучше Пойти домой Я не устал Да и ты Навряд ли Расследование Расследование Застряло В мертвой Точке У девиантов Ничего Общего Это Разные Модели Произведены В разное Время В разных Местах Ну Должна же Быть Связь Есть кое-что Общее Они все говорят Про РА9 У них Это как будто Миф Изобретенное Понятие Не существовавшее В программе Андроиды Придумали Себе Бога Долбануться Вот мы Дожили Вы чем-то Обеспокоены Лейтенант Это Связано С тем Что случилось В клубе Рай Жаль Что мы не нашли Девчонку Которая его Убила Не просто Так же Убила А вдруг Это была Самооборона У вас Мрачный Вид Неужели Инцидент Вас Настолько Затронул Ну А сам То Ты Коннор Ты У нас Вроде На вид Человек А на самом То Деле Что Я могу Быть Всем Чем Прикажете Напарником Вашим Собутыльником Или Просто Машиной Которая Исполняет Задачу А тебе На все Посрать Кроме Твоего Расследования Да Ни проколов Ни Сожалений Ни Слабостей Вроде Такой же Как я Вот только Совершенный Расследование Является Для меня Главным Приоритетом Хотя Вы Мою Точку Зрения Не Разделяете А я Вот Тебя Убью И Ты Потом Снова Явишься Как Ни Чем Не Бывало Эээ, ну ты чё? Ты же боишься смерти, Коннор. Этого делать не стоит. Моё уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Мм? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Ничего. Будет пустота. Блядь. Я обосрался. Интересно, он был бы убил или нет? Вообще всё равно, он бы убил или нет? Просто интересно. Мне реально интересно, убил бы он его или не убил? Скорее всего бы убил, да. Если бы что-то не так бы выбрали, он бы скорее всего бы его убил, да. Именно убил бы. Тут вот, смотрите, народ, вот ещё вторая хуйня. Второй замочек. Скорее всего, это бы убил. Убийство. Хуёвый выбор, короче, да. Я просто рандомно выбирал, я не знаю. Повезло, просто попал. Попал, видимо, в точку. Хотя один раз я ошибся, вон у него оранжевым всё мелькало. Хотел уже что-то сделать. Ой, да, народ, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Надо уже заканчивать, уже долго записывать. Этуру, скорее всего, мы будем играть за этого самого, за Маркуса. Ну да. Ну да, за Маркуса. Продолжим уже в следующей серии. Так, а это у нас была, получается, какая серия-то, я уже забыл. То ли двенадцатая, по-моему, да, двенадцатая серия у нас была. У нас получается Ире-7, одиннадцатая серия. И Детройт тоже одиннадцатая серия была. Вот сейчас двенадцатая серия идёт. Всё, народ, значит, сегодня вот такие были интересные события. Не совсем прямо такие, прямо уж сильно интересные. Но мы посидели в заброшенном доме, у камина. Уложили Алису, поговорили так романтично. Почитали файлы. Они, понятные, так сказать, ненужные для данной игры информации. Вот, по моему мнению. Вот мы потом телепортировались за Конора и немножко поговорили вот так вот фатально с Андерсоном. Но на этот раз провалов не было, и мы остались в живых. И не только в живых, мы ничего не провалили. То есть мы нас не убили эти вот жуткие... Ну, то есть не жуткие, вот эти вот андроиды нас не убили. Замороженные нас не пристрелил. Этот самый Хэнк Андерсон не пристрелил. Хотя, скорее всего, бы он это мог бы сделать. Если бы мы что-то какую-нибудь хуйню бы довыбрали. Всё, народ, в следующей серии будем уже смотреть за Маркуса, что нас ждёт. И уже доказывать, что мы из-за него умеем нормально играть и не завалим ничего. В отличие, как в прошлой серии. Всё, народ. С вами был я, Кирилл Жевский. Я желаю вам всем удачи. Это была 11-12 серия Detroit Become Human. Увидимся уже в следующей серии. Я желаю вам всем успехов, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok